И в заключении выпуска финальный аккорд спортивной осени стал победным. В рамках чемпионата высшей лиги по баскетболу среди мужских команд Курская Динамо Политех одержала победу на своей площадке над клубом Волжанин ГЭС. О ходе встречи Юлия Комкина. С первых минут матча куряне показали, кто на паркете хозяин. Напор, с каким играли наши баскетболисты, сбил Волжан с толку. В большинстве своем атаки курян были результативными. Гостям не везло. Сравнять счет им удалось лишь дважды, и то в начале игры. Далее лидировала Динамо. Стреляли трешки, успешно пробивали штрафные. Экватор игры разница в 13 очков. На большой перерыв команды ушли со счетом 52-39. Куряне были хороши как в атаке, так и в защите. Два из трех блокшотов за игру принадлежат центровому Алексею Ададирану. Также на паркете появились разыгрывающий Николай Завьялов и нападающий Алексей Корчун, которые обычно получают не так много игрового времени. Из-за болезни не столь результативно сыграли капитан Андрей Лебедев и защитник Илья Чернов. За минуту до финального свистка на табло загорелась сотня. Хозяева паркета вели плюс 25. Последняя минута матча не принесла кардинальных перемен. 102-79. Финальный аккорд спортивной осени стал для нас победным. Результат, в принципе, сам за себя говорит. Большой разрыв в очках. И, в принципе, ребята все поиграли. То есть, все, наверное, с задачами мы справились со своими, то есть, которые были ребятам поставлены. Больше половины командных очков на двоих заработали Алексей Ададиран и Роман Пехов. Центровой Ададиран отметился дабл-даблом. 26 очков и 15 подборов. Форвард Пехов стал самым результативным игроком. 29 очков и 10 подборов. Нельзя сказать, что соперники слабые. Просто сегодня они только приехали, первый день. Может, как бы просто то, что с поезда получилось так, что они там подустали, может, после дороги. Есть некоторые люди, конечно, там есть вообще ветераны баскетбола, которым там за 35 даже. А есть и молодые ребята. 3-4 декабря подопечные Василия Грицова встретятся с саратовским «Автодором». Начало матчей 18.00. Юлия Комкина, Геннадий Воробьев, Телеканал СЕЙМ.